До дня голосования осталось всего 15 дней. В этой связи предвыборная агитация начинает набирать обороты. Чтобы предотвратить нарушения, обеспечить прозрачные выборы, а точнее исключить любые формы воздействия на граждан, принуждение к участию или неучастию в выборах, президентам был дан ряд поручений и рекомендаций Кабинету министров, местным властям, в частности МВД, МИД, Генпрокуратуре и ЦИК. Недопущение подкупа голосов и пресечения использования административного ресурса – главные задачи для предстоящих парламентских выборов. В связи с этим прокуратуре поручено осуществлять постоянный контроль заявлений и сообщений о нарушениях законности предвыборного процесса. Поступившие сообщения и жалобы рассматривает МВД. Органами МИД зафиксировано 84 нарушения избирательного процесса. Из них зарегистрировано 19 преступлений, подкупа голосов, нарушения непрекрасной частной жизни, а также кража. За указанный же период зарегистрировано 19 проступков по статье 119-й, 87-й, 1-й, 94-й и 90-й кодекса о нарушениях, то есть мелкое хулиганство, злоупотребление административным ресурсом, уничтожение или провожжение чужого имущества, кража в незначительном размере. В журнале учета информации органов внутренних дел зарегистрировано 46 различных материалов, из которых 25 списаны в номенклатуру. 9 фактов направлены в территориальные комиссии для изучения дела, 8 приобщены к материалам судебного производства и 5 рассматриваются. Факты использования административного ресурса в период подготовки и проведения выборов были выявлены в городе Ож и Ожской области. Кроме того, расследуются подобные факты в жалобатских, чужских областях и в городе Бишкек. По фактам подкупа избирателей по статье 192 Уголовного кодекса осуществляется досудебное расследование в Чужских, Ожских, Баткенских, Таласской, Скульско-Диалабадских областях, а также в городе Ож и Бишкек. МВД не участвует и не вмешиваются в политические процессы, одинаково относятся ко всем политическим общественным объединениям. Однако в случае обнаружения нарушения правопорядка все факты фиксируются и будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Тем временем в Центр избирком поступило 62 жалобы от граждан по нарушению выборного законодательства. Данный показатель по сравнению с количеством жалоб на прошлых парламентских выборах значительно ниже. Что касается нарушений в части возможного подкупа голосов избирателей и применения административного ресурса, количество данной категории обращений составляет всего 32. Из них 22 по возможному подкупу голосов избирателей, 10 по применению административного ресурса. Естественно, категория данных обращений имеет признаки уголовно наказываемого деяния. В этой связи исследование, расследование и дача правовой оценки – это прерогатива правоохранительных органов. По словам экспертов, на этих выборах у избирателей есть большие возможности избрать не только политпартию, но и отдельно достойного кандидата от нее. Таким образом, слугами народа станут те лица, которые набрали больше голосов. Для этого руководство страны создает необходимые условия. Например, для того, чтобы предстоящие выборы прошли прозрачно и справедливо, глава государства подписал указ о мерах по обеспечению проведения свободных, честных и прозрачных выборов депутатов Джугургу Кенеша. И сегодня понятно, что логика государства направлена в том, чтобы предотвратить все эти риски. И поэтому сегодня государство, президент инициирует о том, чтобы выборы состоялись максимально честно, открыто, чисто и не применялся административный ресурс. Нужно отметить, что главным приоритетом сегодня остается сохранение государства. Потому что в прошлом году из-за этих выборов очень сильно пострадала государственная сторона. Упало низкое доверие населения к государству, к государственным институтам. И здесь речь не только об авторитете одного человека или нескольких политиков, а здесь идет речь об авторитете целого государства. Отметим, что в день выборов в стране за порядком будет следить свыше 11 тысяч сотрудников МВД. Кроме того, создано более 200 групп документирования из наиболее опытных сотрудников, которые займутся фиксированием нарушений.